Лучшие друзья человека. Профессор классического университета Георгий Ворнов не только большой специалист в области охраны окружающей среды, но и эксперт первой категории по охотничьему собаководству. Его любимцы воплощены в фарфоре, керамике, металле и стекле. Ну вот от предков пришла собака, это где-то, скорее всего, конец 19-го, начало 20-го века. Она была изготовлена немножко, пострадала за это время, ухо обломано чуть-чуть, краска облепилась. Еще одна жемчужина домашней коллекции – керамическая копия самой первой собаки Георгия Ворнова по кличке Кама. Эта лайка была с ним рядом почти со студенческих лет. Другой раритет игрушечной псарни – фарфоровые овчарки, трофейный сувенир из Германии. Тест привез, может быть, с войны. Он прошел всю войну. Отец моей жены других каких-то богатств не принес, а вот игрушку эту прихватил, поскольку у него было четверо детей. Любовь к четвероногим унаследовали дочь и внуки профессора. Основная часть коллекции – дело именно их рук. Лаек, спаниелей, терьеры всех мастей в семье Ворновых ваяют из глины. Тема сегодняшнего мастер-класса – елочные игрушки. Компактные песики с дырочкой для шнурка. Лепим отдельно туловище, которое похоже на такую сарделечку. Главное не ошибиться с количеством лап. Главное верить, что в конечном итоге получится собака. Представлять примерный образ. Начинающему керамисту сперва рекомендуется определиться с натурой. Взять фотографию или скульптурку понравившейся породы собаки, а затем просто копировать ее черты. Ушки, носик, хвост. Ну вот у меня, к сожалению, пока вместо резиншнауцера получилось нечто среднее между кроликом и чупакаброй. Ну, как говорится, лиха беда, начало. Если стараться, мастерство обязательно придет. После обжига и глазировки должны получиться вот такие фигурки. Керамические песики разных размеров, пород и даже характеров. Копии домашних любимцев здесь принято дарить друзьям-кинологам. Особенно в канун Нового года – Года собаки. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.